Всем привет! Сегодня у нас модное видео. Я хотела бы рассказать о тех вещах, обуви, аксессуарах, которые я чаще всего ношу летом. И вы знаете, я посчитала, что такой ролик будет более полезным, чем просто покупки. На самом деле, я на распродаже купила там единицы, и вы и так уже это видели. И вот когда после бесконечных носок и многочисленных стирок человек все еще утверждает, что эта вещь стоит покупки, мне кажется, это показатель. И сейчас у нас период распродаж. Многие из этих вещей вы все еще можете найти или онлайн, или в стационарных магазинах. Поэтому давайте не будем затягивать, пока что-то еще осталось в наличии. Поскорее начнем. Первая, одна из самых удачных покупок этого года, это рубашка из 100% льна из H&M. Я поражена тому, какое количество из вас успела их купить. Они все еще есть на распродаже и также есть в разных расцветках. У нас есть белая и, по-моему, какая-то то ли полосатая. Ну, в общем, я видела точно три, и как только закончу записывать это видео, пойду закажу себе белую. Потому что качество меня настолько радует. И это такой лен, который комфортен к телу. Особенно, когда вы один раз ее постираете, она становится такой мягенькой. И эта рубашка, которую я собираюсь носить не только летом, там, в теплое время года, но и также спокойно зимой, осенью, потому что она не смотрится как-то вот прям по-летнему, да. Конечно же, лен будет немножко мяться, но льно это простительно. И когда это качественное изделие, качественный материал, то это не бросается в глаза и не смотрится как-то небрежно. Это премиум линейка H&M, но по абсолютно доступной цене, там что-то 20 с чем-то евро, по-моему. Но со скидкой еще меньше. Поэтому обязательно присмотритесь. И оттенок сразил меня на повал. Он так просто и легко сочетается и со светлыми, и с темными вещами. Сейчас она разглажена и выглядит таким образом. Когда я ее завязываю, а я очень люблю это делать, то есть легкая помятость, но все это исправляется, и рубашка приятная к делу. В том же H&M я купила несколько вещей в такой расцветке. Я не считаю ее сезонной, она довольно базовая, такая универсальная, и летом смотрится очень гармонично. Юбку вы видели, а вот эти шорты я купила чуть позже. Они у меня в размере 36, и я очень надеялась на то, что они немного уменьшатся после стирки. Это не произошло. С одной стороны хорошо, но с другой как бы нужно что-то придумывать, потому что они чуточку велики. Это шорты свободного кроя на завышенной талии. И мне нравится то, что их можно носить как на пляж. Они вообще шли с поясом, который я даже не знаю, куда приткнула. Но чаще всего я ношу их в город. И я подсмотрела у Карины Нигай вот такой совет. Она как-то говорила, что вещи с тканевыми поясами смотрятся не так собрано, не так стильно, слишком расслабленно. И она советовала заменить этот пояс на обычный классический кожаный или какой-то интересный. И у меня есть мой старый добрый из манго. Я попробовала, и я теперь делаю так со всеми вещами, где снимается вот этот тканевый пояс. Действительно настолько, вот знаете, как-то интереснее выглядит образ. И у меня этот пояс из манго, так как я сказала, если я найду что-то похожее, он самый обычный, но он классный. Я ношу его в любое время года, и несмотря на то, что это черный цвет, он очень здорово смотрелся с другими какими-то аксессуарами, с обувью. Поэтому не бойтесь черного цвета летом, но также я покажу много-много светлых вещей. Едем дальше. Белые брюки из Zara. Казалось бы, белые брюки, о чем тут можно говорить, это всегда смотрится элегантно, так чисто, красиво. Но я хочу сказать, что в прошлом году я открыла для себя вот такую модель брюк. То есть они спереди немножко укороченные, сзади удлиненные, кому-то нравится, кому-то нет. Но у меня такие брюки есть в двойном экземпляре, в белом цвете, в красном, и еще я купила зеленые. Потому что зеленый будет актуален осенью, и я отхватила себе на распродаже. Эти брюки вот просто сидят так, как надо. Я не примеряю их, то есть я просто беру свой 34 размер. Например, это незаниженная размерная сетка, то есть если вы носите XS, не какой-то там 2XS, да, то есть 34 стандартный или иногда 36, я думаю, что вы без проблем в них поместитесь, потому что они такие не слишком в облипку. И эти брюки я ношу как с обычными футболками, так и с жакетом, когда мне нужен более нарядный вечерний образ. Но в обычной жизни, в повседневной, я точно так же часто ношу эти брюки, потому что они оригинальные, они всегда вот так как-то задерживают взгляд на себе, вроде обычные брюки, а потом смотришь, вот в чем прикол в этих брюках, и понимаешь, что да, они не такие обычные, они интересные, они прикольные. Если вы найдете их на распродаже, я видела во всех размерах висят, во всяком случае в Польше, то обязательно присмотритесь к ним, и я думаю, что осенью Zara также будет повторять эти брюки в разных цветах. И самое классное то, что эти брюки, так как это белый цвет, я стирала миллион раз, что одни, что вторые, они не растягиваются, они не разваливаются, они вот в таком же состоянии, даже остается стрелка после стирки. Поэтому от всей души вам советую, у Zara бывают хорошие вещи и прям ужасные, вот это очень хорошее. То, что мне уже буквально стыдно надевать, потому что я везде в этом костюме, если мы куда-то едем, я надеваю дорогу, если я иду на прогулку с детьми, если я отвожу детей в детский сад, если я бегу за покупками, если я иду на шоппинг, еще куда-то, я всегда надеваю этот костюм. Настолько он универсальный. И расцветка. Конечно, я понимаю, что не всем по душе такая немного пижамная тематика, да, но я считаю, что это реально стильный костюм. Он у меня из 12 Stories. Здесь также был тканевый пояс, но я заменила его на вот такой плетеный из Stradivarius. Я думаю, что также можно найти на распродаже. Во всяком случае, я постараюсь все для вас отыскать. И, как обычно, оставлю ссылки на эти же вещи в инфобоксе, или на похожие, или на свои находки, потому что я часто пролистываю интернет-магазины, и у меня куча всего прикольного в закладках. Так вот, возвращаемся к костюму. Он у меня из 12 Stories, и он состоит из жакета, точнее, это как бы рубашка, скорее, да, здесь нет никакой подкладки и свободных шортиков. У меня размер S. Я понимаю, что мне нужно чуть меньше, но меня это не смущает. Мне настолько в нем комфортно, удобно. Это лен. Это стопроцентный лен, он не колется. Если вы не привыкли к такому материалу, то сначала покажется, что немного жестковатая как бы ткань, но я не знаю, я кайфую от льна, и достаточно один раз его постирать. Кстати, костюмчик также не сел, не потрепался, нигде нет никаких ниток. У 12 Stories очень хорошее качество, и расцветка максимально удачная, потому что она красиво выглядит с любым оттенком кожи. Я была и не загорелой, и очень загорелой, и также просто сочетается и со светлыми аксессуарами, и с темными. Одна из самых любимых летних вещей, это платье из Zara. Я, правда, покупала его в прошлом году, но сейчас много похожих фасонов, платье в миди, с разрезами, юбок. Я думаю, что вы без проблем найдете что-то похожее, и он стоил копейки. Самое смешное то, что я подсмотрела его у другого блогера, заказала, думаю, какая-то такая невзрачная расцветка, и это платье делает фигуру настолько утонченной, хрупкой. У нас у каждой красивые ключицы и плечи, независимо от размера, поэтому я просто советую вам присмотреться именно к такому фасону, где открыта эта часть тела. В этом платье также есть разрез, поэтому это не просто, знаете, такое платье, в котором мы запакованы, и когда идешь, то выглядывает ножка. В общем, я без ума от этого платья, от цвета, потому что я дополняю его или черными аксессуарами и обувью, или же чем-то более ярким, надеваю красные серьги, и каждый раз я собираю так много комплиментов за это платье, потому что оно очень хорошо скрывает недостатки и подчеркивает достоинства, поэтому на распродаже я очень советую присматриваться к таким моделям. Вы знаете, что у меня довольно много бижутерии, но те серьги, которые я ношу в этом году и буду носить в следующем году, и мы также купили их маме, это серьги с вот такими неровными жемчужинами, они также из H&M, очень классические, как по мне, то есть все эти ракушки, какие-то такие жемчужные заколки, все это приходящее и уходящее, хотя ракушки я также буду носить в следующем году, и плетеные сережки, и с бисером, просто многое зависит конкретно от вас. Что касается того аксессуара, который я носила чаще всего этим летом, который подходит ко всему и опять же делает образ таким нежным, женственным, и вот просто хочется выделить эти серьги, потому что они смотрятся благородно, как мне кажется, и я показывала вам наряды для мамы, которые мы подбирали, и к ним я также надела бы вот эти серьги. Кому-то нравится золото, кому-то нет, сейчас у нас есть такой выбор, что можно купить в серебре, ну под серебро или под золото, я больше люблю именно с серебром в теплое время, боже серебро, с золотом в теплое время года, серебро чаще ношу зимой, вот у меня как-то так сложилось, но сережки не вызывают у меня раздражений, уши от них не краснеют, если бы я выбирала какие-то аксессуары, то в первую очередь я купила бы эти серьги. Внимание, на арену выходят, как их называют, инкубаторские шлепанцы из Зары. Они у меня есть в нескольких цветах, черные, красные и коричневые, такие карамельные. Вы знаете, почему они настолько популярны? Причем прикол в том, что я их вижу на всех блогерах, но в жизни я их не встречала ни разу. Зара выпустила кожаные шлепанцы по доступной цене в базовых расцветках, поэтому все, конечно же, их купили и носят с удовольствием. Они у меня еще с прошлого года, поэтому в этом году я просто докупила еще один цвет. Сейчас в Заре есть белые, я думаю, может купите белые. Если вам приелась конкретно эта модель, то, опять же, на распродаже также кожаные, есть в Традивариусе, Массимо Дутти, или в актуальной коллекции, или опять же с распродажи, есть похожие, но не точно такие же, но в базовых расцветках. В коллекции Манго тоже есть вариации на тему шлепанцев. Это удобная обувь, это практичная обувь. Надел, пошел. И вот если бы я покупала одни, я взяла бы карамельные, потому что они очень хорошо подходят ко всему тому, что я ношу. То есть независимо от цвета, надеваю карамельные, и всегда классно. Что касается других расцветок, то вторыми я взяла бы вот эти. Красные я купила в прошлом году, по-моему, тоже на сейле. И да, я продолжаю скупать их, потому что они очень удобные. Они мне не натирают, в них у меня не устают ноги, они не растягиваются. Да, они могут немного вот здесь стираться именно на подошве, но как-то на правой стирается, на второй нет. Возможно, это только конкретно моя походка убивает именно правый тапок. Я не могу сказать, как будет у вас. И я считаю, что это хорошая цена за неплохое качество, за сезонную обувь. Но вот свои карамельные я ношу второй год, и тоже не жалуюсь. Девчонки, это не просто фаворит, это фаворитище. Еще с прошлого года сумка, без которой я не представляю свой летний гардероб, она у меня из Stradivarius. Стоила она около 20 евро. И сейчас очень хорошая модель есть в актуальной коллекции Mango с такими завитками. И если бы у меня не было это, я купила бы ту. И вообще, в принципе, в Stradivarius, в Zario, в всех сетевых магазинах, даже в H&M, у меня мама вообще купила классную с подкладкой, тоже постараюсь ее для вас отыскать. Так вот, эта сумка хороша. И на прогулку, если вы идете куда-то с ребенком, носите с собой салфетки, памперсы, если вы куда-то едете, то это тоже хороший вариант, если вы идете за покупками, если вы идете на пляж. Причем, вот эта сумка очень-очень прочная. Я здесь носила и компьютер, и кучу всего. Пол жизни меня не напрягает, что здесь нет никаких карманов. То есть, просто одно отделение вот такое. И мама говорит, что, Оля, тебе нужна какая-то косметичка, у тебя там вообще вечно беспорядок. Ну, видимо, я люблю такой творческий беспредел. Я шучу, но просто, чтобы вы знали, здесь нет ни подкладки, ни карманов, так как я сказала. Но кайф в том, что здесь есть и короткие ручки, и длинные. Для меня это важно. Я знаю, что в прошлом году вы покупали эти сумки по моим рекомендациям. И, пожалуй, это самая универсальная вещь из летнего гардероба, которая у меня только есть, потому что с ней я хожу во всех нарядах. Куда бы я ни шла, куда бы мне не надо было поехать, конечно, не на рабочую встречу, но, тем не менее, это вот настоящий летний аксессуар. Я, конечно же, очень советую вам такого формата сумки. Если она для вас слишком велика, то без проблем найдете чуточку меньше, но сама по себе вещь очень хорошо дополняет любой летний образ. Еще одно абсолютное открытие даже не весны и лета. Я купила эту футболку на зимние распродажи, она у меня из Манго. И вчера в Инстаграме я показывала вам аутлет Манго, где она все еще есть в наличии. Значит, с этим аутлетом возникло очень много вопросов. Я так понимаю, что он европейский. Но что делаете вы? Вписывайте в Google Манго Аутлет и вашу страну. И тогда уже Google подскажет, где и что искать. Если не Манго, то просто попробуйте примерить вот такой цвет. Я как блондинка могу сказать, что мне достаточно чуть ярче накрасить губы. И тогда эта футболка смотрится очень гармонично. И такой цвет будет замечательно выглядеть на брюнетках. В принципе, на каждом типе внешности. Просто если вы такая же, как я, светленькая, то ярче или губы, или глаза, и тогда все будет прекрасно. Конечно, когда я не накрашена, то это не самый выигрышный цвет для меня, честно скажу. Но, во всяком случае, я себя так воспринимаю. В общем, футболка качественная, она не растягивается. И всегда базовые вещи я стараюсь брать на размер больше. Именно на футболке. Потому что они смотрятся свободнее. Я не люблю, когда в руках меня что-то обтягивает. Поэтому эта футболка у меня также в размере S. То, что сейчас на мне, это нью-йоркер. То есть, я говорю вам о тех цветах, о тех моделях, которым стоит присмотреться. Но если вдруг уже что-то распродано, то на Asos вы найдете такие футболки. У меня есть очень красивая светло-бежевая из Twell Stories. У нее просто самое классное качество. Если есть наличие, то обязательно купите. Вы стопроцентно не пожалеете. Опять же, в Mango в Zara с базовыми футболками раз на раз не приходится. Я накупила кучу в Нью-Йоркере. Я показывала вам. И я также довольна качеством, как ни странно. Но все-таки у Twell Stories оно самое лучшее. Мне нравится, когда это не просто базовая футболка. Если на ней есть еще и какие-то надписи, то замечательно. Причем такой цвет очень хорошо сочетается, как оказалось, с белым. Я ношу эту футболку с черным поясом, белыми шортами и черными штопанцами. Или же с цветом хаки, с черным. У меня черные кюлоты из Zara. И я весной так ходила. В общем, для меня этот цвет стал открытием. И я советую вам присмотреться к этой футболке. Я знаю, что она многим понравилась. Теперь вы знаете, откуда она. Еще одна любимейшая пара обуви из мохито. Это скромные босоножки. И я сомневалась, нужны они мне или нет. Насколько они будут удобными. Потому что я перемерила очень много босоножек и шлепанцев с такими тонкими перемычками. И очень многие из них так давили уже спустя две минуты, что выдержать в них было невозможно. Также в резерт есть неплохие модели. Я примеряла, но решила остановиться, потому что дом и шкаф не резиновый. Что касается этих босоножек, то каблук стабильный. Они не тяжелые. Они просто максимально удобные. Вот и все. И я бы не переживала, что здесь такой звериный принт, который может быть актуален только сейчас. Я считаю, что это классика. И они хорошо будут смотреться и через год, и через два. Я ношу их со светлыми брюками, с темными вещами, с чем угодно, потому что здесь и вкрапления светлых оттенков и темных. Поэтому еще одна универсальная вещь в моем гардеробе. На самом деле это моя недавняя покупка, но я так ее хотела с тех пор, как весной увидела в продаже. Это даже не жакет, это скорее просто летняя накидка, потому что ничего там не греет. И вот когда платье слишком открытое, или комбинезон, или, ну, не знаю, как у вас там с летом, но у нас или жарит так, что возможно сидеть только на пляже, или же наоборот, как-то прохладно и даже в футболке не выйдешь. Так что я постоянно использую в своих нарядах жакеты, всевозможные накидки, джинсовые куртки, в кожанке жарко, но вот такие вещи всегда спасают. И даже на вечер, когда прохладнее, так свежее, всегда надеваю, всегда надеваю несколько недель, вот, очень часто ношу ее, на самом деле, она из натурального материала, мне нравится бежевый оттенок, мне нравится то, что это не такой, знаете, официальный жакет, не офисный вариант, а скорее вариант для выходного дня, хотя, со светлыми брюками, с какой-то классической юбкой, карандаш, будет замечательно смотреться, и помните, я примеряла такую красивую блузу мохито, я бы сказала, что это похожий стиль, такие симпатичные, неровные пуговки здесь, пояс, причем, этот пояс, я практически никогда не завязываю, я завязываю его сзади, и это смотрится, как удлиненный жакет, рукав здесь, три четверти, здесь также есть пуговка, я вставлю вам фотографии, я хотела показать вам образ чуть позже, потому что это будет мой наряд на второй день свадьбы, моего брата, на которую я скоро отправлюсь, не могу дождаться, прям на торжество, то есть будет большая свадьба, в ресторане, и будет много гостей, и вот на второй день мы будем встречаться с семьей, это будет мой наряд с каблучком, и с плоским ходом, я недавно надевала, в общем, покупка очень удачная, и если в Заре вы ее не найдете, то в Манго, в этой коллекции, которая на распродаже, я видела очень похожий, тоже светло-светло-серый, и в Аутлетии я нашла несколько моделей, на Asos однозначно есть что-то похожее, поэтому поделюсь с вами своими находками в инфобоксе, если вы ищете что-то такое, чем можно прикрыть руки, если вы не любите загорать, да, здесь есть подкладка, но она хлопковая, и опять же, это не то, что вас согреет, вечером, когда поддувают ветерок, накинуть, чтобы не было прохладно, но это не то же самое, что жакет, моя абсолютная летняя любовь, это сарафан из 12 stories, опять же, из льна, сейчас он не разглажен, я его носила несколько раз, ну вот надевала, да, куда-то проехаться, то есть не на целый день, и видите, он не особо помятый, девочки писали, что просвечивается белье, да, на мне было белое белье, поэтому оно немножко светится, но я всегда в таких случаях надеваю бежевые бесшовные трусики, я просто как-то в примерке не обратила на это внимания, но еще один мой фаворит, я не верю в то, что я говорю о трусах на своем канале, но я считаю, что это важная и полезная информация для тех из вас, кто стесняется, когда просвечивает белье, и это то, что я чаще всего ношу, поэтому прошу любить и жаловать, мой фаворит лето, это бежевые бесшовные трусы из H&M, они продаются по две штучки, и после стирки они нормально себя ведут, у меня несколько наборов, я купила себе, наверное, наборов пять, и по качеству они не особо отличаются от тех, которые у меня из Victoria's Secret, да, они не слишком плотные, но их абсолютно не видно под светлой одеждой, под такой из тонкой ткани, и в том числе под этим сарафаном, сарафан мне нравится расцветкой, потому что я могу носить его и с жакетами, с моими любимыми, я человек-жакет, поэтому прошу уже не осуждать, не обсуждать это в комментариях, я признаюсь, я об этом знаю, и для меня это, знаете, неотъемлемая часть гардероба, у меня должно быть много жакетов разных, потому что у нас осень на протяжении девяти месяцев, так что без жакета мне никуда, и вообще они классно смотрятся, я считаю, что они мне идут, так вот, это платье, этот сарафан скорее даже, я ношу и с джинсовой курткой, очень хорошо смотрятся, и в отпуске, и в городе, с жакетом, с розовым ношу, тоже из 12 stories, ну в общем, со многими вещами, потому что расцветка это позволяет, и он очень хорошо, свободно сидит, то есть ничего не сковывает, он, ну, не тесный, знаете, потому что бывают вещи, которые вот, как бы смотрятся классно, но когда начинаешь идти, или функционировать в обычной жизни, понимаешь, что, блин, поскорее бы это снять, это не тот вариант, это просто удобная, симпатичная вещь, из натуральной ткани, которую можно сочетать и с ремнем, кстати, можно ремнем подвязывать, тоже очень красиво будет смотреться, если вы любите подчеркивать свою талию, в общем, любимец, я вот думала, показывать эту вещь или нет, потому что она многим нравится, так же, как мне, но она не была доступна, а потом, одна моя зрительница, спрашивала у меня о размере, и сказала, что она нашла его в аутлете манго, и вчера, опять же, я сказала в инстаграме, и сегодня я смотрела, остался 36-38 размер, и, кстати, если вам что-то нравится в любом интернет-магазине, просто подписывайтесь на уведомления, и когда кто-то что-то возвращает, особенно часто это происходит на Asos, один размер, там, ваш конкретный размер, или, ну, иногда что-то дошивают, просто это появляется в наличии, поэтому я не всегда расстраиваюсь, когда чего-то уже нет, или конкретно мой размер распродан, это жакет из манго, желтый, у него такая прикольная структура ткани, он очень необычный, и это не желто-белая клетка, а бежево-желтая, ну, то есть, можно и желто-бежевая говорить, суть в том, что это приглушенный, такой солнечный цвет, он очень выигрышно смотрится и на брюнетках, девчонки присылали мне фотки, поэтому вы красотки в этом жакете, и на распродаже в манго, в этой коллекции, я видела шерстяной, тоже такой приятный пиджак, жакет, в желтом цвете, но не ярком, и вот если вы хотите что-то более яркое на осень, а осенью, прошлой осенью, я покупала его год тому назад, еще так жалась, думаю, блин, ну, дорогой такой, зараза, оставила его и ни разу не пожалела, я его носила так много раз, причем я ношу и с джинсами, и с платьями, ну, с такими беленькими, да, с бежевым платьем на тонких бретелях, очень красиво смотрится с черными аксессуарами, вот каждый раз, когда я появляюсь где-то в этом жакете, Оля где-то купила жакет, он из манго, он у меня в размере XS, и если в ваших аутлетах он доступен, то я настоятельно рекомендую, если вы хотите разнообразить свой гардероб яркими красками, и я никогда бы не подумала, что желтый цвет настолько мне понравится, потому что он меня, ну, не привлекал, мне казалось, что желтый мне вообще не идет, и вот как-то, не знаю, ничего дома из желтого не было, даже среди аксессуаров, там, среди декора, и даже когда там желтые цветы, ну, как-то не особо, а вот этот пиджак, жакет, меня покорил, я ношу его так много раз, что он уже миллион раз оправдал свою цену, он был в химчистке несколько раз, и до сих пор выглядит как новый, любовь и ненависть многих модниц, это сумка-ведерко, и я скажу так, когда я ее захотела, и она ко мне приехала, и я покупала ее на распродаже на Net-a-Porter, я так подумала, что, блин, как-то дороговато, и, наверное, она не настолько удобная, как-то мне сложно было перестроиться на эту форму, но когда началась весна, я стала носить светлые вещи, я поняла, что это была мега удачная покупка, и я даже хотела бы сосредоточиться на том, чтобы обратить ваше внимание на светлые сумки, не на белые, а на более кремовые, их проще внедрять в гардероб, они лучше сочетаются с другими цветами, и оказалось, что это мой летний фаворит, я ношу ее так часто, она есть у Лены, у Лены Галанты, Лены 864, я подсмотрела ее у Лены Галант, и спросила, Лена, ты не против? Знаете, как не хочется, чтобы говорили там, блогеры повторяют друг за другом, но это модные вещи, и кто-то один покупает, остальные тоже докупают, потому что это актуально, но ни разу в жизни я не встречала никого на улице с такой сумкой, она очень оригинальная, она удобная, как ни странно, сюда много всего помещается, и камера, и документы, то есть кошелек, и косметичка, и я даже когда еду в путешествие, я часто ее беру с собой, потому что она удобная, да, ее не можно повесить на плечо, по-моему, здесь есть длинная ручка, но я ее ни разу не пользовалась, скорее всего, она есть, и если бы вы меня спросили, Оль, стоит купить? Да, насколько они будут актуальны в следующем году? Это хороший вопрос, но я продолжу ее носить, потому что она для меня вот такая, знаете, базовая, и очень качественно, она не теряет свою форму, и за счет того, что она такая вот прямоугольная, да, сейчас на меня накинутся, но такие математики, я скажу, что я неправильно называю формы, но суть в том, что она не круглая, то есть она не так сильно ассоциируется у меня с ведром, как остальные, хотя я также ношу розовую сумку ведерка, она тоже есть в аутлете, из манго, если помните, из весеннего видео, и вот это просто удачная модель, и я, конечно, наверное, хрюша, потому что у меня здесь немножко пачкается вот эта замшевая часть, которую постоянно открываешь, закрываешь, ну а так, вообще нет никаких вопросов, после этого сезона я отнесу ее в химчистку, и мне также ее почистят, это бренд Stout, я не помню, я сказала или нет, у них очень классные сумочки, и не исключено, что я куплю себе еще какую-то модель на осень, потому что это смотрится оригинально, и много раз даже в аэропорту мне говорили, вау, какая у вас классная сумочка, и да, это мой летний фаворит, и последнее в этом видео, это очки, им уже несколько лет, и я покупала их в американском аутлете, это бренд Balenciaga, и каждый раз, когда они на мне, все, Оль, откуда очки, я пришла к тому, что модные очки, стильные, там, трендовые, все это классно, все это можно покупать, носить, но я бы на них не тратилась, и я сейчас нашла для себя очки, от YSL, черные, тоже в виде кошечек, мне кажется, что такая форма, как раз идет, очень многим формам лица, и у меня, вот эта расцветка, вызывала очень много сомнений, я купила эти очки, по-моему, с 70% или с 80% скидкой, то есть, для Balenciaga, это вообще была супер цена, это сделка года, там, два года тому назад была, вот так они выглядят, и мне кажется, что для меня, это одна из самых удачных форм, после очков Tom Ford, то есть, такие кошечки, но не узкие, а именно классические, и вот тогда я думала, что они такие пятнистые, с чем я буду их носить, оказалось, что вот такие пятнистые, и чуточку более приглушенные, не настолько контрастные, они как раз самые универсальные, и я хотела бы купить именно кошечки, в такой расцветке, более, знаете, как черепашьи, или в черной, а возможно и те и другие, и мне хочется, чтобы тоже не было никаких деталей, никаких узоров, никаких там огромных логотипов, поэтому я все-таки, скорее всего, куплю себе очки от Eves Saint Laurent, но сейчас ищу выгодную цену, возможно, будут где-то от скидки, а вот эти очки в моих фаворитах, у них, конечно, не совсем обычная форма, и сейчас, спустя несколько лет, я понимаю, что вот, да, нужно выбирать также иногда классику, в какой-то интересной интерпретации, если вы встретите что-то такое на распродаже, то тоже не бойтесь примерять, и если у вас есть такая хорошая базовая коллекция очков, то обратите внимание еще на что-то такое в интересное правило, у меня есть классные очки от Dolce & Gabbana, правда, с ними там вечно что-то происходит, они, ну, то ломаются, то растягиваются, но они бордового цвета, с такими синими, голубыми стеклами, и с розовым переливом, в общем, полный букет, но у них интересная квадратная форма, и я на них потратилась в прошлом году, это классика, в такой обновленной, более интересной форме, я ни разу не жалею, даже несмотря на то, что они у меня какие-то самые неудачные, то есть я могу носить очки из Zara, из Mango, из Asos, и с ними вообще ничего, зато те, как не срачка, так болячка, понимаете, вот, я надеюсь, что это видео вас вдохновило, я покажу еще одну вещь, если встретите на распродаже, я видела у нас только в больших размерах, 40-41, но если увидите, сейчас, предупреждаю, это самая позорная обувь, которую я вам, наверное, показывала, потому что я их убила, но это настолько удачные, сабо, мюли, короче, шлепанцы, в простонароде, из Zara, они кожаные, они в таком, знаете, приглушенном цвете, я их носила совсем, девочки, я их в отпуске добила, сначала я пообдирала носы, на майорке, я думала, ну ладно, это было чуть-чуть, но в Италии, им досталось по полной программе, и сейчас я вот всеми усилиями, пытаюсь найти свой 38 размер, если вы живете в какой-то стране, где вам вообще не нужны эти шлепанцы, или нет вашего размера, но есть 38, я готова их купить, заплачу за доставку, потому что это единственные остроносы, сабо, мюли и шлепанцы, которые ни разу мне не натерли, которые ни разу мне не надавили, в которых комфортно, и они просто бомбически смотрятся в любом образе, кому-то нравится, кому-то нет, для меня это настоящий фаворит года, какого-то лето, потому что они, блин, классные и очень удобные, я надеюсь, что сегодня вам со мной было интересно, я решила, как с подругами, просто поделиться своими рекомендациями, что нравилось мне, что я советую приобрести, каким моделям присмотреться, каким расцветкам, что классного, доступного есть в магазинах, и что купила бы я, все, всех целую и обнимаю, если видео вам понравилось, то не забудьте поставить пальчик вверх, я и мои пластыри передаю вам пламенный привет, всех целую и обнимаю, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.